Всем привет! С вами Александр. Сегодня я вам расскажу о интересном кресле, на мой взгляд, от компании Britax Reomir. Модель называется King 2 LS. Это не новинка, она уже достаточно давно на рынке. Но у меня все никак не доходили руки сделать для вас на нее обзор. Но в любом случае, кто сейчас ищет для себя кресло и только вникает в тему, будет полезен этот ролик. Поэтому смотрите его до конца, много полезной информации для себя подчеркнете. King 2 LS. Это одно из кресел в серии King из King 2 LS ATS. Сегодня мы с вами будем рассматривать именно LS. На King 2 и ATS я чуть позже сделаю для вас ролики. Сегодня рассмотрим именно эту модель. Это категория 1 с 9 месяцев 9 кг до 18 кг, где-то 3 лет. А если точнее, где-то до 100 см роста хватит запаса вот этих ремней. То бишь 100 см уже смело пересаживайтесь. Даже где-то 98 см уже можно в принципе 2-3 категории пересаживаться. Это кресло у нас имеет очень неплохой уровень безопасности. Получила неплохую оценку на Адаке. Конечно же есть и выше оценки, но по цене, качеству и безопасности это очень интересное предложение на рынке. Учитывая, что Ремер очень часто запускает акции на определенные цвета в этой серии, лучше предложение на рынке в принципе сложно найти. Ссылку, кстати, добавлю вниз в описании. Зайдете в Мир Автокресел, там в характеристиках есть звездочки и Адак написано. Нажмете и по ссылочке пройдете на Адаке. Там четко расписано, за что получила, какие баллы эта модель. Это если вы хотите вникнуть детально в уровень безопасности и оценки этого кресла на Адаке. Вернемся к самому креслу, что оно из себя представляет. Это с 9 месяцев. В этом кресле мы можем ездить только по ходу движения. Ребенок крепится пятиточечными ремнями. Сразу, раз уж ездим и ребеночек, то поговорим немножко сразу о комфорте. В плане комфорта вообще первая категория у Ремер, я считаю, наверное, одна из эталонных компаний, кто делает действительно очень крутую первую категорию по безопасности, по комфорту. Остальные пытаются как минимум соответствовать этому. Этому бренду в этой категории. Я к тому, что по посадке, по комфорту здесь идеальная, на мой взгляд, посадка. Я лучше особо, в принципе, даже нигде и не знаю. По наклону, кстати, в принципе, для кресла, которое движется только вперед, здесь очень неплохой угол наклона. Вот смотрите, этого достаточно, чтобы ребенок уснул, голова вперед не падала. С этим все великолепно. Ткани в кресле тоже гипоаллергенные, тактильно приятные. Особенно подголовник выполнен из очень приятного материала, чтобы лицо ребенка только наслаждалось от подголовника. Так, кстати, что касается регулировки ремней, что мне лично нравится, в этом кресле они, ремни, я имею ввиду, регулируются вместе с подголовником. Вот, видите, ремни регулируются вместе с подголовником, и не нужно их сзади там переставлять, что-то делать, в этом плане все отлично. Мягкие накладки на паховой зоне есть, на плечевой зоне, и на плечевой зоне накладки со специальным материалом при ДТП, они реально гасят энергию удара, не дают ребенку проскользнуть. В общем, защищает плечевую зону, очень дополнительно защищает плечевую зону, очень даже неплохо. Так, давайте теперь поговорим с вами по установке. Здесь нет изофикса, но есть очень крутая система натяжения ремня. Чтобы установить, здесь вот и с моей, и с этой стороны есть вот такая кнопочка. Какой бы мы ни нажали, они нажимаются обе сразу. Вот так вот нажали, отодвинули, оно само зафиксируется. Берем обычный взрослый ремень, вытягиваем, вот видите, просто берем, вытягиваем, так вот в один складываем и пропускаем в красном направляющем. После чего берем, защелкиваем, за верхний тянем, чтобы нижний натянулся, возвращаем верхний обратно, еще раз подтянули. И теперь нам нужно опустить обратно сиденье. Для этого здесь рычажок, поднимаем на себя, рычажок тоже, и держа его вниз, опускаем до щелчка. Вот таким образом у нас ставится кресло. С моей стороны есть вот такой же направляющий. Мы закидываем сюда вот внутрь ремешок и тем самым создаем третью точку крепления. Обязательно, чтобы нижняя часть была зафиксирована и верхняя. При лобовом, например, ДТП, да при любом, оно не будет клевать сверху, вперед или вбок. Это очень важный момент. В принципе, вот мощность крепления, она, на мой взгляд, даже еще более эффективна, чем на изофикс. Изофикса есть люфты, потому что там зазорчики и все такое, механизмы двигаются. Здесь никаких люфтов, я даже ладошку не могу засунуть под кресло, потому что оно настолько плотно и без зазора прилегает, что вообще нереально. В общем, как вкопанное. Так, по установке с вами разобрались. А, еще, кстати, одна плюшечка здесь есть интересная в кресле. Здесь стоит индикатор, который говорит вам, достаточно ли вы натянули ремень. Сейчас я вам более подробно покажу. Вот, смотрите, вот этот индикатор. Представим, что сейчас здесь сидит ребеночек. Мы его пристегнули и нам нужно натянуть ремень. Сейчас здесь ребенка нет, ремень будет достаточно сильно натягиваться. Но смотрите, что происходит. Сейчас еще нормально натяну, секундочку. Вот, он загорелся и щелкнул. Это говорит о том, что мы достаточно натянули ремень. Сильно сейчас натянут, потому что ребенка нет. Вместе с ребенком, когда он уже по ребенку будет прилегать к ребенку и моргнет. Так сильно зажимать его, естественно, не будет. В принципе, по креслу. Все, что хотел вам рассказать. Рассказал. В двух словах мое мнение. Ну, сложно так что-то говорить об одном из лучших вообще брендов на рынке. Я имею в виду Britax Römer. Тем более, первая категория, она у них вообще какая-то прям эталонная. Да, одна из лучших вообще в принципе по посадке, по безопасности. Кинге вообще еще и по цене и качеству. Просто шикарные предложения. Учитывая акции, на текущий момент, на дату выхода ролика идет акция. По ссылке пройдите, посмотрите. Может, вы там через полгода будете смотреть. Вдруг будет еще акция. По ссылке вы пройдете, актуальную информацию увидите. Но предложение цена и качество просто шикарное. Вот. И в принципе и по безопасности тоже хорошее предложение. Плюс это немецкое кресло. На вторичке вы его легко продадите. Прям влет оно уходит. Römer очень известный бренд. Если не в теме вы, то поймете в итоге. И его очень легко продать на вторичке. Это и так. Общая информация. В принципе, все, что хотел рассказать. Рассказал. Добавить больше нечего. Если вы что-то полезное подчеркнули для себя в этом ролике, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И большое спасибо Мир Автокресел за то, что предоставили на обзор нам King2LS. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. Всего доброго.